Приветствую всех! Сегодня мы разберем еще один пункт из методички плосковеров, а именно так называемый список 16 аварийных посадок самолетов, якобы доказывающих плоскую землю. На ютубе полно видео на эту тему, но я не буду разбирать каждый из них, ведь есть первоисточник, с которого все и началось. Книга Эдди Аленкара, так называемого исследователя. Не хочу забегать вперед, но исследователь из него так себе. Чуть позже вы сами поймете, почему. Рекомендую для начала скачать его книгу, она есть в открытом доступе, в том числе и в русском переводе. Так вам будет проще анализировать информацию из этого видео. Итак, поехали! Первый рейс, который мы рассмотрим, это чартерный рейс авиакомпании Evaric в 1988 году, перевозивший спортивную команду из Рио-де-Жанейро в Сидней. Этот рейс не входит в список 16 рейсов, автором он рассматривается как вступление к книге. Итак, Эдди показалось подозрительным, что самолет делает такой странный маршрут с промежуточной посадкой в Лос-Анджелесе. Вот тут автор даже показывает сравнение маршрутов на шаре и плоской земле. Говорит, смотрите, на плоской земле этот маршрут имеет смысл. И показывает для сравнения две картинки. Забавно то, что, во-первых, автор не потрудился проверить эти рейсы, например, в программе Google Земля, а вместо этого просто рисует линии в графическом редакторе. Видимо, наш исследователь не знаком с такими понятиями, как навигация, дуга большого круга, ортодромия и так далее. Это одна из первых его ошибок, которая потом будет повторяться во всех его так называемых исследованиях. Во-вторых, и это сразу бросается в глаза, на его рисунках маршрут проходит совершенно над разными территориями. И это было бы довольно трудно не заметить, особенно если ты сам находишься на борту этого самолета. Ведь понять, что ты летишь, скажем, над океаном или над Центральной Америкой, а не над всей территорией США, довольно просто. Видимо, наш горе-исследователь не утруждал себя такими рассуждениями, как и не утруждал расчетами длины такого маршрута. Например, по карте плоской земли расстояние между Лос-Анджелесом и Сиднеем чуть менее 16 тысяч километров, а по шару всего 12 тысяч. Собственно говоря, здесь и кроется ответ. Рейс выполнялся на самолете Boeing 747-300, который имеет максимальную дальность полета 12 тысяч 400 километров. И как раз на плоской земле он никак бы не смог долететь до Сиднея. Здесь же кроется и ответ на вопрос, почему маршрут такой странный. Если лететь напрямую из Рио в Сиднея, длина маршрута мало того, что будет 13 с половиной тысяч километров, что превышает возможности самолета, так еще и проходит над Антарктидой, где по понятным причинам нет пригодных для аварийной посадки аэродромов, да и вообще каких-либо аэродромов в радиусе нескольких тысяч километров. Именно поэтому перелет происходил по такому странному на первый взгляд маршруту. В общем, первый рейс опровергнут, а теперь переходим непосредственно к списку из 16 рейсов, якобы опровергающих шарообразную землю. Первый. Рейс 008 авиакомпания China Airlines. При исследовании рейсом по маршруту из Тайваня в Лос-Анджелес прямо в воздухе родился ребенок, и экипажам было принято решение совершить экстренную посадку на Аляске, аэропорт Анкоридж. При анализе этого события автор книги снова совершает ту же ошибку. Вместо того, чтобы проверить этот маршрут на глобусе, он рисует непонятные линии, которые не имеют никакого отношения к действительности. На глобусе маршрут должен пролегать вот так, а не то, что рисует этот горе конспиролог. Как и рисует линии на карте плоской земли, которые также не соответствуют действительности. По его мнению, этот рейс всегда пролегает над Камчаткой и Аляской. Но ведь любой желающий на этом рейсе может просто посмотреть в иллюминатор и убедиться, что это не так. Автор снова не утруждает себя такими рассуждениями. Вместо этого он несет бред про то, что якобы в момент, когда нужно было принимать решение, до пункта назначения расстояние было чуть ли не меньше, чем до Аляски, приводя в качестве аргумента картинку из новостного сюжета. Хотя достаточно сопоставить координаты и измерить расстояние. После девяти часов полета самолет находился примерно здесь. До Анкориджа в этот момент было около полутора тысяч километров, а до Лос-Анджелеса примерно 3300 километров. Более чем в два раза дальше. Получается, это реально был ближайший подходящий аэродром. И отсюда мы делаем закономерный вывод, и в этом случае шарообразная земля не опровергнута. Второй. Рейс Люфганза 543 из Богаты в Колумбии во Франкфурт в Германии. Самолет совершил экстренную посадку в Манчестере, Англия. И снова автор рисует маршрут, как ему вздумается. По его мнению, самолет должен пролетать вдоль восточной границы Канады, а за пару часов до посадки пролетать над севером Великобритании. Но опять же, любой желающий мог бы это проверить, просто посмотрев в иллюминатор. Посмотрим для начала, как этот маршрут проходит на глобусе. Согласитесь, в этом случае маршрут проходит намного ближе к британским островам, нежели на схеме автора. А теперь взглянем на то, как этот маршрут проходит фактически. Я взял несколько случайных рейсов по этому маршруту и проверил в сервисе FlightAware. Реальный маршрут, как вы видите, немного отличается от идеального прямого. Причины тут могут быть самые разные, от погодных условий до вмешательства диспетчеров в воздушный трафик. Судя по информации из открытых источников, самолет находился примерно в этой зоне, когда было принято решение о посадке. Поправьте меня, если я ошибаюсь. И Манчестер в этом случае является одним из ближайших аэропортов. В общем, снова у автора не получилось опровергнуть шарообразную землю. Третий. Рейс 884 Катай-Пасифик. Самолет летит из Гонконга в Лос-Анджелес, но совершает вынужденную посадку на Алиутских островах вблизи Аляски. И снова автор рисует сказочные картинки, якобы рейсы на шаре, и сравнивает их с рейсом на плоской земле. Как вы, наверное, уже догадались, ошибка здесь все та же. Вот маршрут на глобусе. Как видите, этот маршрут проходит практически над островами, где была совершена аварийная посадка. Собственно говоря, на этом можно и закончить с этим рейсом. Четвертый. Рейс Катар-725. Самолет вылетел из Чикаго в Доху, но совершил вынужденную посадку в Москве. Не будем подробно останавливаться на картинках, которые рисует автор. Думаю, вы уже поняли, что кроме фантазии автора они ничего не содержат. Просто посмотрим, как пролегает маршрут на шаре. Поначалу кажется, что тут довольно далеко до Москвы, и самолет мог совершить посадку где угодно, но только не там. Но давайте вспомним, что это 2016 год. После одной известной авиакатастрофы все гражданские самолеты облетают территорию Украины. Так было и в этом случае. В реальности рейс пролегал примерно по этому маршруту. А здесь до Москвы уже чуть менее 200 километров. Вот и ответ на вопрос, почему самолет сел именно там. Автор снова облажался. Хотя нет, про картинки я все-таки скажу. Чтобы вы просто оценили уровень этого так называемого опровергателя. В качестве аргумента он приводит проекцию Меркатора. Почему он для иллюстрации якобы бредовости полетов на шаре выбрал ее, а не скажем вот эту проекцию. Вопрос риторический. Пятый. Рейс 116 компания Air France, летевший рейсом из Парижа в Шанхай, совершил аварийную посадку в Иркутске. Тут, как говорится, без комментариев. Шестое. Рейс Emirates 225. Сан-Франциско, Дубай. Вынужденная посадка снова в Москве. Рейс примечателен тем, что проходит почти над Северным полюсом. И поэтому его траектория, что на шаре, что на плоской земле практически одинаковая. И в обоих случаях маршрут пролегает относительно недалеко от Москвы. Ну а автор снова рисует неведомые картинки, включая всю ту же проекцию Меркатора. Я уже упоминал, что автор не знаком с таким понятием, как навигация и ортодромия. Ну и, видимо, пассажиры этого рейса не в состоянии отличить Средиземное море от Северного Ледовитого океана. Седьмой. Рейс пакистанских авиалиний 785 из Исламабада в Лондон. И снова аварийная посадка в Москве. Снова нелепые картинки автора и снова траектория в программе Google Земля. И снова напоминание, что после одной авиакатастрофы самолеты над Украиной не летают. И поэтому маршрут в реальности пролегал примерно вот так. А с такого маршрута, как вы поняли, до Москвы рукой подать. Восьмое. Рейс люфганца 727. Из Шанхая в Мюнхен. Совершил вынужденную посадку в Красноярске. Снова нелепые картинки с проекцией Меркатора. И мой короткий ответ. Вот траектория на шаре, вот Красноярск. Вопрос к автору книги. И что здесь должно опровергнуть шарообразную землю? Итак, мы разобрали половину аварийных посадок. Хочу вас предупредить, что дальше будет примерно то же самое. Ведь автор книги, как вы уже поняли, работает по одному шаблону. И в целом ничего оригинального вы дальше не увидите. Мое дело предупредить, а ваше решать, смотреть дальше или нет. Для тех, кто все же решил остаться, я продолжу. Девятое. Рейс 263 American Airlines, вылетевший из Далласа в Пекин. Совершил посадку в Калгаре, Канада. Еще куча бредовых картинок от автора. И снова достаточно провести ортодроме между Далласом и Пекином, чтобы понять, что маршрут пролегает примерно в 200 километрах от места аварийной посадки. Десятое. Рейс 38 корейских авиалиний из Чикаго в Сеул. Совершил посадку в Анадоре. И снова достаточно провести ортодроме, чтобы увидеть, как маршрут пролегает всего в 400 километрах от Анадоре, а не в нескольких тысячах, как нам рисует автор. 11. Рейс 040 швейцарских авиалиний из Цюриха в Лос-Анджелес. Совершает аварийную посадку в городе Калуид, Канада. На Глобусе этот маршрут проходит всего в 200 километрах от указанного города. Автор в очередной раз облажался. 12. Рейс 006 компании China Airlines из Тайбэя в Лос-Анджелес. В полете из-за вулканического пепла отказал один из двигателей, и самолет вынужденно сел в Сан-Франциско. Снова сказочные картинки и снова мой короткий ответ. Вот траектория полета, вот Сан-Франциско. До него какая-то сотня километров. И отвечая на вопрос Эдди, где самолет поймал вулканический пепел посреди Тихого океана. А поймал он его с большой долей вероятности над Камчаткой, где и должен был пролетать будь земля шаром. 13. Рейс австралийской компании Canthos номер 64. Йоханнесбург-Сидней. Совершил посадку в Перте. Тут уже особый случай, ведь рейс проходит в южном полушарии. И более того, автор книги летал подобными рейсами. Понятно, что эта посадка также легко объясняется на шаре, и ничего этот случай не опровергает. Просто автор тут понимает, что с южным полушарием так просто не получится. Ведь тут, если исходить из азимутальной проекции, ни направления, ни расстояния не сходятся с реальностью. Особенно расстояния, которые отличаются иногда в разы. Вот и в этом случае расстояние на шаре всего 11 тысяч километров, а на плоской земле почти 24 тысячи. И это если по прямой. Но Эдди тут вспоминает, что есть струйные течения, так называемые джет-стримы. И самолеты у нас оказывается летают с помощью них. А значит и летит самолет не по прямой, а по дуге, вместе с течением. И расстояние получается уже более 30 тысяч километров. И даже приводит какие-то расчеты, что якобы течение помогает преодолевать такие огромные расстояния. Но, как обычно, красивая сказка разбивается о реальность. Во-первых, пройдемся по его расчетам. Эдди почему-то приводит скорость потока в 400 километров в час. Хотя эти единичные случаи обычно скорость 100-150 километров в час. Иногда чуть больше. Причем он сам приводит скриншот из флайд-радара, где скорость самолета относительно земли 1200 километров в час, что соответствует вполне средней скорости джет-стрима. И, тем не менее, даже дополнительные 400 километров в час, при средней скорости самолета 900 километров в час, никак не помогут преодолеть 30 с лишним тысяч километров за 13 часов, как это делает самолет на рейсе Йоханнесбург-Сидней. Для этого бы понадобилось минимум 22 часа, а при обычной скорости джет-стримов более 30 часов. Ну и, как говорится о вишенка на торте, джет-стримы дуют только в одном направлении, с запада на восток. А самолеты летают в южном полушарии в обе стороны более-менее одинаково. В общем, жалкая попытка Эдди натянуть сову на глобус снова не увенчалась успехом. 14. Рейс номер 50 гавайских авиалиний. Вылетел из Гонолулу в Нью-Йорк и совершил вынужденную посадку в Сан-Франциско. Тут Эдди уже не возмущается, потому что как раз в этом случае маршрут по глобусу очень даже имеет смысл, в отличие от маршрута на его карте вымышленной плоской земли. Но его это не устраивает. Он же все-таки плосковер. Говорит, что-то здесь не так. Обычно это называется стадия отрицания, а затем стадия торга. Из его бессмысленных рассуждений следует, что якобы неправильно, что самолет сначала летит на север, а потом поворачивает немного на юг. Якобы это бессмысленно. Почему бессмысленно, Эдди так и не смог пояснить. И это при том, что на маршрутах, которые он же и рисовал для плоской земли, такое происходит постоянно. И ничего его здесь не смущает. Ну, как говорится, это другое. А что до шара, то я бы посоветовал ему просто взять глобус, нитку и провести кратчайший маршрут между этими городами, так, чтобы самолет не поворачивал с севера на юг. Если у него это получится, и при этом маршрут будет короче дуги большого круга или ортодромия, то я публично признаю, что он был прав и земля на самом деле плоская. Впрочем, автор в конце главы сам же издается, типа «это не считается особый случай», там, к слову, пилот скончался в воздухе. Эдди тут совсем не удивил. Любые факты, опровергающие плоскую землю, не считаются. Так проще жить в своей сказке, наверное. 15. Рейс 37 гавайских авиалиний. Рейс вылетел из Сан-Диего на Гавайи, но почти сразу запросил аварийную посадку в аэропорту Окленд, Калифорния. Снова в рядовые картинки автора и снова реальная траектория для этого рейса. По информации из открытых источников, самолет провел почти час в воздухе, прежде чем повернуть на Окленд. А значит, в момент аварийной ситуации он находился примерно в этом районе. И из него до Окленда примерно на 100 км ближе, чем до Сан-Диего. Дело, как говорится, раскрыто. 16. Рейс номер 51. Все тех же гавайских авиалиний. Из Нью-Йорка в Гонолулу. Сначала резко разворачивается над Ютой, а потом берет курс на Сиэтл, где и совершает впоследствии посадку. Снова автор наступает на те же грабли. Рисует маршрут на азимутальной карте, но при этом ни одного кадра, как этот рейс реально хоть когда-нибудь проходил над Сиэтлом, естественно, показать не может. Разгадка этого случая довольно простая. По информации из открытых источников, рейс был прерван по техническим причинам. Каким именно, неизвестно, но это и не важно. В любом случае, это была не аварийная посадка, иначе бы самолет сел в Солт-Лейк-Сити, куда изначально и повернул. Но позже, по решению экипажа или авиакомпании, изменил маршрут и приземлился в Сиэтле. Возможно, это было связано с характером технической неисправности. Возможно, с тем, что в Солт-Лейк-Сити не было подходящих технических специалистов или запчастей. В общем, причин много, и это довольно обычное дело для авиации. На моей памяти были случаи, когда самолет, например, совершал вынужденную посадку из-за неработающих туалетов. Так что ничего опровергающего в этом рейсе нет. Итак, все 16 рейсов я разобрал. Как вы видите, ни один из них шарообразную землю не опровергает. Так что советую всем плосковерам вычеркнуть эту книгу из своей методички. А в качестве заключения мы перейдем к бонусным материалам из все той же книги. Эдди также разбирает рейс Air Canada номер 33 из Ванкувера в Сидней, когда из-за сильной турбулентности самолет развернулся в сторону Гавайских островов, от которых он был примерно в 600 милях или 960 километрах. Тут Эдди осторожно заявляет, что в этом случае особой разницы между траекториями на шаре и плоскости не будет. Но как бы не так. На шаре траектория действительно проходит вблизи Ганалулу, примерно в 600 километрах. А вот на плоской земле эта траектория проходит более чем в 3000 километров от островов. Как же так, Эдди? Получается, ты сам себя за хвост кусаешь? Но это не самое смешное. Дальше этот конспиролог приводит совсем убойный аргумент против шара. Ну, по крайней мере, на 2017 год это, возможно, так и было. Что самолету на шаре необходимо постоянно опускать нос, чтобы следовать кривизне земли. Я уже сто раз отвечал на этот вопрос. Да, так и происходит. Самолет постоянно корректирует свое положение в пространстве. Даже видео на эту тему на канале имеется. Ну, а дальше у автора наблюдается словесный понос на тему заговоров, НАСА и прочего конспирологического шлака. Вот эту картинку, например, Эдди всерьез использует как аргумент в пользу того, что НАСА крышует сервиса типа флайт-радар, и там все изображения фейковые, чтобы скрыть форму земли. Естественно, других доказательств этого у него не имеется. А для этого всего лишь требуется посмотреть в иллюминатор и увидеть, что самолет летит не там, где показывает флайт-радар. Далее автор заводит разговор о том, что отсутствие прямых рейсов из Австралии в Нью-Йорк якобы доказывает плоскую землю. А промежуточная посадка на Гавайях не доказывает шар. Хотя какая тут связь, видимо, только ему известно. И тут же он заявляет, что если это, по его словам, не доказывает шар, то автоматически доказывает плоскую землю. Ну, логика шикарная. К слову, беспосадочные рейсы есть. Например, рейс компании Кантас, который выполнялся в 2019 году на самолете Boeing Dreamliner. Длина маршрута более 16 тысяч километров, продолжительность более 19 часов. Стоит ли говорить, что на плоской земле такой маршрут был бы длиной 19 тысяч километров и длительностью более суток. Но автор не унимается и берется рассуждать о других рейсах из Сиднея в Даллас, в Хьюстон. По его мнению, они должны проходить так. Что ж, надеюсь, я когда-нибудь дождусь кадров за борта этих самолетов, как они пролетают на территории Канады и севером США. А также услышу вразумительное объяснение от Эдди, каким образом самолет преодолевает 18 тысяч километров за 15 часов 40 минут. И еще один сказочный аргумент от сказочного конспиролога. Отсутствие прямых рейсов между Австралией и Мексикой. Между многими странами, даже относительно близкими, часто не бывает прямого сообщения. Да даже просто между городами в пределах одной страны. В России таких примеров полно. Даже в соседний город часто приходится лететь с пересадкой, как правило, в Москве. Эдди следовало бы разобраться в этом, а не устраивать клоунаду. А тут он снова зачем-то вставляет проекцию Меркатора и пытается ее опровергать. Думаю, нет смысла пояснять степень бредовости его аргументов. Дальше в книге градус неадекватности только растет, а я хочу уберечь вас от этого. Впрочем, желающие могут сами изучить этот шедевр. Там и про опускание носа самолета, и про падение на дно вселенной, и про людей в Австралии, которые ходят вверх ногами. В общем, я вас предупредил. На этом я хочу закончить. Видео и так вышло достаточно длинным. Всем спасибо за просмотр и всего вам доброго.